Приветствую вас. Для начала необходимо принять к сведению следующие важные моменты. Первое. Если вы развелись, именно развелись со своей женой, то это не то же самое, что, к примеру, она ушла от вас. Сейчас она может уйти, да, но вы можете не развелись с ней. Если вы развелись с ней, это развод, или начался брако-разводный процесс, то это, конечно, всегда очень травматично, это всегда очень тяжело, это всегда болезненно. И травма здесь возникает благодаря тому, что привычные модели отношений, привычные цепочки отношений разрушаются. Вот. И вам нужно это помочь действительно пережить, но только лишь с помощью психолога вы сможете это сделать. Лишь с помощью специалиста вы можете это сделать, потому что самостоятельно справиться с этим у вас, скорее всего не получится, а самостоятельно справиться с этим вы, скорее всего, не сможете, скорее всего. Дальше. Необходимо различить, кому конкретно стало плохо от того, что ушла ваша жена, да. То есть, для начала, почему жена вообще ушла от вас, для начала. То есть, ну, из-за чего она ушла, почему она ушла и так далее. Это очень важная история. Потому что, если она ушла, значит, ее что-то не устраивало. Если ее что-то не устраивало, значит, она была несчастлива. Если она была несчастлива, но вы ее, к примеру, любите, то для вас, как для любящего человека, ее поступок, уход, является единственным верным и правильным решением. Потому что только так она, к примеру, может стать счастливой. Вот. Если ей нужно возвращаться, ну, то есть, вот по, к примеру, вашему мнению, да, если ей нужно возвращаться, то, почему она должна это делать, для чего она должна это делать и что она получит по итогу. Вот. То есть, какую работу, условно говоря, вы над собой привели, что позволяет говорить о том, что вернувшись, она вновь не уйдет. Например, просто потому, что, ну, проблема, из-за которой она ушла, осталась и никуда, к примеру, не делать. То есть, никуда не, ну, не разрешил никак, к примеру, проблему. Вот. Следующий важный момент. Что потеряли вы в результате ухода вашей жены? То есть, что, собственно, представляет из себя центр болезненности, который вы испытываете прямо здесь и прямо сейчас? Что представляет из себя этот центр болезненности? Какой он, этот центр болезненности и что он для вас значит? А я полагаю, что анализ ваших собственных желаний и того, что вам не хватает, ну, позволил бы по меньшей мере скорректировать бы ваше поведение и, возможно, разрешить бы ваши внутри личностные проблемы таким образом, чтобы именно, ну, именно в контексте своем собственном, да, вы не испытывали бы прямо такой уж тяжелой боли. Вот. Ну, как один из возможных вариантов, естественно, не точно, но возможных вариантов. Здесь может быть то, что вы проектируете на себя уход жены. То есть, вы считаете, что она от вас, потому что плохой вы. И зачастую, именно так и бывает, зачастую супруги говорят, что это вот ты виноват, что вот я ухожу, потому что, ну, потому что... Ты такой-то, 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 вот такой-сякой-сякой-такой, ну, вот. И, соответственно, ну, вот, партнер на это ведется, особенно если это неуверенный себе партнер. Вот ему кажется, что да, действительно, это все из-за него. Вот. Но в действительности это не так. Точнее, всегда на 50%, на 50% не так. Часто бывает еще больше. Вот. Там, если, к примеру, человек меняется, да, человек растет, человек развивается. В браке даже. И бывает так, что он, откровенно, например, перерастает своего партнера и может становиться не просто неинтересно, а просто, ну, просто разные люди. Вот. И человек не может признаться в том, что он, ну, он стал другим. Человек не может признаться, что чувства просто вышли. Человек не может признаться в том, что то, что вот раньше, например, доставлял наслаждение и удовольствие, сейчас тоже уже не доставлял. Ну, ему нужно найти какое-то оправдание, ему нужно найти какой-то, какой-то аргумент. И он начинает вот принижать, объяснивать и так далее. Да, чаще потому, что так этого требуют наши социальные стереотипы, которые есть в обществе. И с этим на данный момент пока именно ничего не поднялось. Вот. То есть тут хоть делай, хоть не делай, да, как бы смысла никакого. Поэтому разгрузить то, как вы восприняли уход своей жены и снять с себя личную ответственность, которую вы на себя берете, это не менее важная задача, которая приведет вас к более, так сказать, ну, к более быстрому достижению гармонии. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я не стал повторять слов моих коллег по поводу того, чего вы хотите, по поводу причин, почему она ушла и по поводу этого, потому что, в принципе, вы могли это прочитать. У коллег не видел смысла постараться. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. На вопросы на ваши любые, буду готов ответить, значит, пишите в личку. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...